Девушки отдыхают Можешь идти? Смогу Может, ты снимешь кандалы? Кандалы останутся Баткер, Каин Кто это сделал? Родовит Так он отблагодарил ее за все то, что узнал от нее в детстве Я видел, как он шел на переговоры в сопровождении солдат И весело насвистывал себе под нос Заберите меня отсюда Заткнись, ведьма! Ты еще жива только потому, что можешь нам пригодиться Филиппа обещала нам помочь В обмен на освобождение И ты ей поверил? Ты знаешь другой способ освободить Саскию Филиппа, ты можешь идти? Думаю, да Что сейчас с Саскией? Я приказала ей выполнять указания Шаалы до Тонсервиль Пока я не вернусь Замечательно Шаала будет на переговорах? Да Наверное, она уже там Следит за тем, чтобы все шло по плану ложи Чего будет добиваться Шаала? Восстановление Совета и Капитула Создание государства под властью Саскии Зачем? Чтобы получить буферную зону на границе с Нильфгардом Чтобы после многих лет хаоса и истребления Начать строить заново Что плохого в том, что мы хотим править? Все хотят Я разбираюсь в этом лучше, чем любой король в этом городе Люди тебе не поверят Они не примут королеву-чародейку Не люди, тем более Особенно после того, что устроила эта ведьма Финдабаир Но все они верят в Саскию Эта девушка прирожденный вождь Но понятий не имеет о большой политике У нее есть харизма Но ей не хватает ловкости Она отважна, но у нее нет цепкости Справедлива, но не жестока Она твоя полная противоположность? Возможно Но вместе мы были бы непобедимы Ты приказала убить Фольтеста? Нет! Шиллерд сказал, что Трис... Трис сама не знает, о чем говорит Ложа действительно существует И Трис потеряла наше доверие, это правда Но я не приказывала убить Фольтеста А что бы ты делала, если бы Саскию не отравили И один глупый ведьмак Не принес тебе ингредиентов для противоядия? Я придумала бы что-нибудь еще Но такую возможность я упустить не могла Как освободить Саскию? Обратное заклятие наложено на специальный стилет Нужно вонзить его в сердце дракона Лучше в твое сердце, ведьма Ты издеваешься над нами? Нет другого способа Удар должен быть выполнен с хирургической точностью Только тогда сработает контрзаклятие Все руны на клинке должны войти в контакт с кровью И кончик острия должен пробить сердечную мышцу Значит сначала нам нужно будет его как-то удержать Удержать дракона? Это что, шутка? Она лжет, Геральт Я не верю ей Зачем ей этот стилет? Сейчас она скажет нам, что с самого начала собиралась расколдовать Саскию Когда ты накладываешь чары или заклятие Всегда должно быть на готове контрзаклинания Это основное правило магии Если бы что-то пошло не так Я бы сразу применила стилет Немногие маги используют это основное правило Где стилет? Он в надежном сундуке в моих комнатах В бывшем доме Джо Фре Монка Я знаю, где это Йоргет, ты знаешь, как тихо добраться до дома Филиппы? Пройдем по этому каналу Тут могут быть монстры, зато быстрее Смотри за ней, а я пойду вперед Там что-то есть В тот раз я обошел это место Может, там сидит благородный рыцарь, который приводит нам в свою бесконечную боль Продолжение следует... Какие у меня гарантии, что вы меня отпустите? Никаких Если твой стилет не подействует Или если Саския погибнет Ты умрешь Очень медленно Ты мечтаешь об этом? Да Похоже, тут еще одно гнездо По крайней мере, воняет так же, как и там Постойте здесь По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там По крайней мере, воняет так же, как и там Погоди, я больше не могу. Чем быстрее ты отдашь нам стилет, тем скорее сможешь залезать свои раны. Обезболивающее заклятие требует концентрации и точности. Я не смогу. Значит, ты сдохнешь от боли, и никто тебе не поможет, и не заплачет. Пошла! Геральт, иди первым. Там что-то нехорошее. Точно. Геральт, иди первым. Геральт, иди первым. Отбородься! Отбородься! Снимите с меня двимерит, и я помогу вам. Заткнись! Этот сундук? Опиши его. Тяжелый, покрыт рунами. На полу круг и свечи. Да, это он. В нем Джо Фримонг держал свои самые ценные сокровища. Стилет там. Как его открыть? Нужно зажечь свечи в правильной последовательности. Я уже разгадала ее. Мои заметки лежат внизу. Дальше хватит простого заклятия. Снимите с меня кандалы. Геральт, ты знаешь этот ритуал? Его может провести только чародей. Заткнись! Сперва я просмотрю, что там написано. Потом зажгу свечи, и наконец мы снимем с тебя двимерит, чтобы ты открыла сундук. Заткнись! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для таких заклинаний нужен обученный маг Свечи горят, надо спешить Делайте, что я говорю, пока я не потеряла сознание Одно лишнее движение... И ты труп Вы можете снять заклятие, но она не станет прежней Она больше, чем просто тхойны Она вернула Аэнсэйдхэн одежду Она чудовище Вы решили, что она сама сможет править страной? Тайсайдарьен! Вы заплатите за свою глупость Береги себя! Замечательно Я не могу пробиться Здесь барьер! Делайте чай! Делайте чай! Прекрасный бой, Гвинблэйд Бери стилет и убираемся отсюда Будем надеяться, клинок поможет Странное оружие Никогда не видел ничего подобного Надеюсь, это не обман Плохо, что Эйльхард нам ничего не скажет Филиппа уже далеко И мы знаем ровно столько, сколько она нам сказала А очень скоро она придет в себя И снова начнет плести заговоры Она выбыла из игры, по крайней мере на время Кстати, не стоит расслабляться Здесь есть и другие чародейки Филиппа может предупредить Шиалу Или отдать приказ дракону Не удивлюсь, если придется биться с Саской Она одурманена чарами и просто не поймет, что мы хотим ей помочь Ты прав Но я прошу тебя, не убивай ее Только если придется защищаться Теперь нам пора на переговоры Я пойду вперед Посмотрю, что там творится Истинное оружие Я говорю вам Отрекитесь от ворожбы Ох, погожий денек сегодняшка Дракуши и шапу Здравствуй Дракуши и шапу Дракуши и шапу Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Где-то здесь должен быть вход Если верить нашим экспертам Айб Дейрхена занимался иллюзиями, в том числе И экспериментировал с големами Говорят, с ними можно было даже разговаривать Стихов они, правда, не писали, зато... Хватит восторгаться Да, это иллюзия Я нашла точку привязки заклятия Отойдите Могу жечь Могу быть как рыба У меня нет игл Но говорят, что я колюч Кто я? Осторожней с ответом Это может быть ловушка Я ждал этого Айб Дейрхена был гением Но испытывал склонность к злым шуткам Совсем как ребенок В таком случае Группа образованных взрослых людей Просто обязана дать правильный ответ Конечно Все просто Ответ Боль Ответ Неверный Нет Не может быть Столько лет совместной работы Зачем мы в это ввязались? Подумать только Книги Надо идти дальше Эликсиры Мой бедный друг Надо побыстрее закончить с этим делом Подумать только Книги Надо идти дальше Эликсиры Мой бедный друг Бывает часто длинным или кратким И утром, и в ночи к тебе приходит он Пусть будет он ужасным или сладким Но все равно к тебе придет твой Кто в детстве хорошо отгадывал загадки? Прошу прощения, но я в этом участвовать не желаю Ответ-то простой Все ясно День День приходит ночью или утром? Не клеится День может быть длинным или коротким Хм Точно так же, как и тень Только тень не может быть прекрасной или ужасной А день может Говорят, придет и твой день Но он не везде подходит Детьми мы играли в загадки на желание А здесь можно проиграть жизнь Можно повторить загадку? Бывает часто длинным или кратким И утром, и в ночи к тебе приходит он Пусть будет он ужасным или сладким Но все равно к тебе придет твой Сон Ответ верный Нам пока везет Не всем Здесь кто-то был Недавно Добро пожаловать, конкуренты Бей их Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Ситуация осложняется Они спустились прямо из своего лагеря Блёден Нортлинг Еще один страж Он реагирует на заклятие День и ночь во мрак гонимы Глаз остер тверда рука Три скитались пилигрима С ними три проводника Вел их в ночь дракон крылатый Змей, свернувшийся в кольцо И серебряная дева, что явила им лицо Днем же светлым их вела Драгоценности гора Где богатством нет конца Кто-то жаловался, что загадки легкие Давайте подумаем Здесь девять ниш с фресками Три группы ниш по три фрески В загадке говорится про трех проводников у троих пилигримов Давайте посмотрим повнимательней, что нарисовано на фресках И поищем ответы Я могу высказать свое предположение Но обезвреживать механизм я не стану У меня нехорошие предчувствия Продолжение следует... День и ночь во мрак гонимы Глаз остер, тверда рука Три скитались пилигрима С ними три проводника Вел их в ночь дракон крылатый Змей, свернувшийся в кольцо И серебряная дева, что явила им лицо Днем же светлым их вела Драгоценности гора Где богатством нет конца Что вы думаете о первой строфе? Песочные часы как символ времени Дракон, крылатый змей, кусающий собственный хвост Символизирует бесконечность Значит, это время Это созвездие, потому что алхимический дракон крылатый Каждый хороший алхимик разбирается еще и в астрологии Речь идет о созвездии Это алхимическая аллегория Крылатый дракон, символ первозданной материи Думаю, что это созвездие дракона Возьму, пожалуй, это Что скажете о второй строфе? Дева Дева – это цветок, роза Белая роза – это символ ордена Пылающей Розы На фреске видно герб А в геральдике серебряный цвет передается белым Значит, серебряная дева – это белая роза Луна в алхимии Отождествляется с женским началом И связана с серебром, металлом На юге орден известен плохо Зато череп – это символ смерти и Нильфгаардской бригады Наузикаа О которой слышали все Нильфгаардцы Наузикаа может быть серебряной девой Говорят, что за бригадой следует смерть А само ее название – это женское имя Навсекая у Нордлингов Пожалуй, это полная луна Да, это я Что вы думаете о третьей страфе? Пропасть Обрыв Старый алхимический принцип гласит Что вверху, то и внизу Загадка говорит о пропасти Обрыве Гору надо понимать дословно Это горный массив Махакама Населенный краснолюдами и гномами Там добывают массу полезных ископаемых То есть сокровищ, необходимых каждому алхимику Гора сокровищ – это должно быть башня Согласно легендам, в башне держат прекрасную принцессу Или прячут волшебные предметы Чтобы их не нашел легендарный герой Гора на фоне неба подходит лучше всего Я встану здесь Попробуем разгадать загадку Занимаем места На меня не рассчитывайте, я хочу жить Дело твое Кроме фигурное Кроме фигурного Я не знаю, что я не буду делать Кроме фигурного Дуп Поп Гор Попробуй на меня Надо попробовать другую комбинацию Мне все это надоело Туфок Попробуй на тему Туфок Туфок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй. Га, я. Попробуй занимать. На меня не делай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо попробовать другую комбинацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне всё это заело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело Обнаружен враг Нет Отряд тает на глазах Они были забавные Заткнись Слушаюсь, моя госпожа Голем? Значит, легенда о Дайрхене? Правда? Обычная машина, созданная, чтобы убивать и выполнять приказы Прямо как наш ведьмак Ну да, попробуй с ним сговориться Ты? А что ты знаешь о големах? Големы не охотятся вдоль трактов, как другие чудища Но в хороших бестиариях и им отводят немало места Геральт, не сомневаюсь в твоих знаниях, но я все же должна Сомневаешься, а я хорошо знаю свое дело Попробую вызнать у него слово, которое его отключает Или обмануть его и спутать ему мозги Значит, среди нас есть еще и взломщик Ну что ж, вперед, милости просим Я не хочу зла Я тоже Но знай, все может измениться Дайрхене, наверное, был очень одинок, если создал тебя таким словоохотливым Он создал меня стражем Он создал меня стражем Не больше, не меньше Ты же, пока стоишь там, где стоишь Остаешься гостем Ты создан силой могущественных чар Дайрхене был настоящим мастером Он им и остался Его мастерство пережило его Я могу узнать у тебя слово-имя, которое вызвало тебя к жизни и может тебя остановить Если ты это сделаешь, то станешь врагом Мы можем поговорить о твоей программе? Конечно, нет Если ты разумное существо, здесь тебе должно быть одиноко Ошибаешься Боль этого мира или меланхолия лежат в сфере эмоций и чувств Моим разумом управляет чистая логика, ограниченная программой Но ты можешь учиться Говорят, что склонность к философии происходит от интереса к миру В моем случае эта склонность появилась по воле мастера, который любил со мной беседовать Но ты чувствуешь потребность в дискуссии? Не чувствую Она просто есть У меня есть еще вопросы Ты помнишь своего создателя? Конечно Меня призвал к жизни мастер Дейрхенна Я рожден его волей, его могуществом и силой необходимости, которые наполняют мое каменное тело Дейрхенна мертв Живо его слово Благодаря ему я существую Живо его наследство Его я охраняю Империи будут рождаться и умирать Реки изменят течение И только я буду послушен единственному господину на вечном посту Дейрхенна должно быть был необычным человеком Что ты можешь о нем рассказать? Я охраняю все, что принадлежало мастеру А значит и сведения о его жизни, которую он очень любил Я ничего не могу сказать Я ничего не могу сказать У меня есть еще вопросы Значит, ты отдаешь себе отчет в том, что ты автомат? Разве мы на самом деле знаем, что мы такое? Откуда происходим? Куда идем? Разве жизнь человека, предсказуемая и замкнутая в цикле рождения и смерти, чем-то лучше моей? Когда человек рождается, он послушен родителям Позже он слушает учителей, мастеров, командиров Наконец он подчиняется непреложной смерти Подумать только, а ведь Адальберт сомневался в мастерстве Дейрхены Есть такие, кого ты мог бы пропустить? Дейрхену Но он мертв Также я пропускаю гостей Задерживаю врагов Скажи мне еще, кто такой гость, а кто враг? Разве не ясно? Гость не подходит или знает слово-имя Враг заходит слишком далеко, нападает на меня Или пробует проникнуть в мою сущность Раньше кто-нибудь уже пробовал сюда войти? Врагов не помню Припоминаю, что были гости Они ушли после предупреждения Когда это было? О чем вы говорили? Я автомат, а не механический секретарь Ты гораздо сообразительнее обычного голема Ты можешь самостоятельно принимать решения? Мастер создал меня таким, потому что находил удовольствие в долгих дискуссиях Я могу принимать решения Конечно, только в рамках программы То есть ты сам решаешь, кто для тебя гость, а кто враг? Кто же еще? Гости спокойно разговаривают, не пытаются давить на меня Все остальные враги У меня есть еще вопросы Хорошо Кажется, у меня есть мысль, как обойти его без борьбы Ведьмак-взломщик Шелосовствующий голем Эта экспедиция приносит удивительное открытие Адальберт, заткнись, наконец Или она принесет тебе великое разочарование А ты, ведьмак, попробуй разобраться с големом Мы уже знаем, что ты существуешь благодаря воле мастера Благодаря слову имени, которое он дал Это так Пока что я гость А ты создан для того, чтобы выполнять желания гостей Как гость, я желаю, чтобы ты назвал мне свое настоящее имя В ту минуту, когда ты потребовал этого, ты стал враждебен моему заданию И перестал быть гостем Остановить врага Голоскаль Этим Три Этим Так А Этим 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это еще одна маскирующая иллюзия Я попробую ее разрушить Что это за устройство? Ты сделал все, что тебе требовалось Получишь награду и... Такую же, как те ученые Они погибли сразу, как стали ненужны Они никогда не были нужны Но Цинтия уперлась Впрочем, они были столь любезны Что окончательно решили свой вопрос Без моей помощи Я не настолько любезен Адальберт, ты знаешь, что нам нужно Так точно Это похоже на прототип мегаскопа Не думала, что он сохранился? Что он делает? Устанавливает связь с другой личностью На уровне эмоций Чтобы услышать чужие мысли Достаточно о ком-нибудь подумать Мечта шпионов? Да Пора выполнить договор Что ты знаешь о моем прошлом? Ты был всадником дикой охоты Я читала рапорты Нильфгардской контрразведке нечего делать Кроме как составлять рапорты о ведьмаках? Не о ведьмаках, а о тебе Ты единственный, кто был в отряде призраков И выжил Это все? Меня интересуют любые подробности Еще Не доверяй Лето Ты думаешь, я доверяю людям, которых преследую? Сейчас он твой враг Но так было не всегда Откуда ты знаешь, что я был знаком с Лето? Я читала Я понял Но почему ты советуешь его опасаться? Потому что ты мне нравишься Какие есть доказательства того, что я был в дикой охоте? Никаких Но за ложь в отчетах Нильфгардской контрразведки четвертуют Что скажешь? Высокодуховная нация Ты понятия не имеешь, как много людей тобой интересуются Очень важных людей Только потому, что я выжил? Тот, кто был призрачным всадником, может стать ключом к тайне дикой охоты Все это понимают Будь осторожней Скажем, ты удовлетворила мое любопытство Я рада, что смогла хоть как-то удовлетворить ведьмака Я хотел бы испробовать устройство То есть ты не хочешь жить долго и счастливо? Если ты еще раз встрянешь Я упомяну об этом в рапорте Пробуй, если хочешь Но только один раз Ты сдаешь Нордлингу государственные тайны Это ты тоже упомянешь в рапорте? Не сомневаюсь, Адальберт Что когда-нибудь ты станешь командиром группы Пока этого не случилось Будь добр, не лезь не в свои дела В параграфе 22 кодекса значится В случае подозрения в государственной измене Командир отстраняется от командования Первый пункт моего личного кодекса гласит Предателей надо убивать на месте Как можно более болезненно Командир оттверрок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого я не ожидал. Мультиплицированию учат на втором курсе. Я не ожидал, что ты станешь на мою сторону, чародейка. Ну, теперь решай, кого ты хочешь послушать. Потом я заберу устройство. Мы еще увидимся? Я бы не возражала. Я остановилась в корчме. Скажем, ты удовлетворил. Я... Нильфгард четвертует агентов за ложные рапорты. А что делают с агентами, которые убивают товарищей? Пока не узнают об этом, ничего. Я бы не хотел, чтобы ты слушала того, кого я буду слушать. Я не стану тебе мешать. У меня здесь еще много работы. Твоя судьба в твоих руках, чародейка? Моя судьба? Ты обо мне ничего не спрашивал. Все зависит от тебя. Ты не можешь отрицать, что находишься в чрезвычайно комфортных условиях. Не упусти свой шанс. Итак, я слушаю. Я чародейка, советница короля Тимерии. Советую тебе говорить только о том, чего я не знаю. Я надеюсь, ты узнал что-то важное. Жаль, что артефактом нельзя воспользоваться несколько раз. В нем слишком мало силы. Ясно. Спасибо за помощь.